Всем привет! Сегодня мы приготовим с вами малиновый зефир, он же маршмеллоу, он же по-французски гемов. Опять же, просто, быстро, вкусно. Поехали! Для приготовления малинового зефира нам понадобится малиновое пюре, дальше нам нужен сахар, желатин и инвертированный сахар. В самом конце мы будем использовать крахмал и сахарную пудру, чтобы припудрить наш зефир и придать ему красивый вид. Мы начинаем с того, что берем инвертированный сахар, половину инвертированного сахара я добавлю в наш миксер, вторую половину я добавляю в сотейник. Следующий наш этап, мы берем малиновое пюре, берем сахар и забрасываем в наш сотейник. Заливаем воду и включаем нашу плиту на средний огонь. И наша задача растопить сахар, малиновое пюре, инвертный сахар и подогреть до 110 градусов. После этого мы будем добавлять желатин и заливать всю нашу массу в миксер. И не забываем про три кубика желатина. Теперь я включаю миксер на максимальную скорость и буду добавлять наш микс. Нам понадобилось 8-10 минут, чтобы достичь вот такой консистенции. И финальный наш шаг, мы заливаем наш зефир в железную формочку. После того, как мы залили зефир в форму, он должен отлежаться ровно сутки. Ну а для вас работает магия кино. Спустя сутки режем зефир на кубики и не забываем обвалять его в миксе из крахмала и сахарной пудры. Ну а пока балуйтесь и вкушайте этот божественный зефир, ставьте лайки, комментируйте. Пока. Если хочется... Мы еще будем использовать крахмал и сахарную пудрю, чтобы... Следующий наш шаг, и он же финальный, мы заливаем в формочку наш микс зефирный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова